Всем привет, меня зовут Ким, это специальный отзор для компании M-Video. Мы находимся на выставке IFA 2018 в Берлине, стенд компании LG. Вот честно говоря, как не выбирай место для съемок телевизоров LG, вот все получается не так, потому что телевизоры со всех сторон постоянно в хорошем смысле облеплены людьми, особенно топовые и новые модели. Но хорошо, что мы сняли для вас его немножко заранее, когда людей было меньше. Итак, что это такое позади нас? Это LG 65SK9500. Не зря он тут стоит, это один из самых топовых новых и вот, как говорится, прокаченных телевизоров компании LG. О, ура, наконец-то что-то видно, правда сейчас там тестят браузер, все-таки это Smart TV, но давайте по другим интересным фактам. Характеристики топовые, 65 дюйма, Super Ultra High Definition, технология NanoCell, о которой мы, кстати, подробно рассказывали в одном из недавних видео, советуем посмотреть. У этого телевизора насыщенные и естественные цвета, причем независимо от того, какой угол обзора, а также расширенный диапазон темных и ярких оттенков для потрясающей контрастности. Этот телевизор, он, знаете, не просто умный, он очень умный. Помимо традиционной операционной системы WebOS Smart TV от компании LG, здесь есть функции искусственного интеллекта. О них мы, кстати, тоже уже рассказывали, рекомендуем посмотреть и это видео. Но вот несколько интересных особенностей, что умеет этот телевизор. Он умеет распознавать голосовые команды, причем не жестко заданные голосовые команды, а те, которые придумываете, в том числе личные. То есть телевизор подстраивается под вас. У телевизора есть функция контроля времени. Можно попросить его выключить определенную передачу в определенное время. Это особенно хорошо работает с детьми. Телевизору можно попросить найти конкретное видео. Допустим, все, что связано со спортом. Если вы вдруг решили прямо сейчас заняться спортом, телевизор для вас найдет такие программы и включит их. Есть еще одна интересная функция. Это перейти в режим кино. Тоже голосом. То есть вы решили посмотреть фильм, вечером говорите, перейти в режим фильма. В режим кино. И телевизор включает тот режим, который оптимален для просмотра фильма. Разумеется, у телевизора хороший звук. Технология Dolby Atmos. Она записывает информацию о перемещении каждого аудиообъекта в пространстве и воспроизводит ее в виде объемного звука. Этот телевизор можно использовать не только для просмотра обычного эфирного ТВ, для фильмов, а также игр. Да, действительно, игр. А также в качестве фотогалереи. Можно вывести на него несколько картин, допустим, известных художников. Телевизор будет периодически менять их и работать, как картина, висящая на стене или стоящая вот так вот на столе. Этот телевизор доступен в двух диагоналях. 65 вот этого диагональ и 55 дюймов, чуть меньше. Но там есть весь функционал умного телевидения, смарт-ТВ, а также искусственный интеллект, о котором мы только что рассказали, и, разумеется, качество изображения. Это выставка IFA 2018 в Берлине. Стенд компании LG. Лайки, подписка на канал. Наконец-то мы можем посмотреть телевизор.